Мы подразумеваем специалисты ГНО, пожелания, предложения, чтобы данных факторов больше мы не имели в городе Неголандии. Что необходимо может быть от органов правоохранителей, что необходимо может быть от органов власти, мы готовы на своем уровне исполковного расположения, районной администрации подключиться проводить эту работу, профилактировать данный вид правонарушений. Так, если можно, тогда давайте виновники. ГНО. 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 от того, что это охранная структура, но такие развлекательные комплексы небольшие должны охранять, конечно, ценовая политика, но чужие охранные структуры, а не свои охраны. Почему? Потому что чужая охранная структура, она по сути ни в какой зависимости не находится у директора предприятия, то есть клуба, администратора. Это мое мнение, опять-таки, они все, что происходит в клубе, докладывают своему руку, и охраны, и мы с этим часто сталкиваемся, и уже наши директора общаются с директорами техсоведения, говорим про наркотики, про пьянки, про все остальное. Ну, кроме того, я же с Владимиром Дмитриевичем показывал, у каждой охраны должна быть инструкция по его явлению лица, употребляющих наркотические или психологические вещества. То есть, к примеру, каждый сотрудник охраны знал, какие поведенческие признаки относятся, когда человек употребляет маркирин, методон, психотропные, те же методокамины и так далее, и так далее, все эти вещества, и что должен делать охранник и вообще сотрудник персонал. То есть, у нас все охранники, которые работали, они все знают, что особое внимание в первую очередь уделять на входе, можно даже отказать без объяснения причины, это к лицам, которые приходят в ночные клубы в ночное время в черных очках. Это не мода, поверьте, это почему? Потому что первые признаки употребления наркотиков это глаза. То есть, либо в одних случаях это мутниют с белок, в других это расширение с ручков и так далее, и так далее. Поэтому первое, это охрана обращает внимание на очки. То есть, чтобы не уникать всю инструкцию, не рассказывать, то есть, мы можем поделиться с этой инструкцией, здесь есть все признаки и периодически, в каких случаях человек становится агрессивным, у него дикое желание все время ходить, в каких случаях ему хочется поговорить, почему непонятно, о чем он развивает, он хочет говорить. Это разные наркотики, разные действия, поэтому для этого должна быть ускорство охраны. Как бы ни говорили, в каждом заведении, это мое, опять же, мое сугубо личное мнение, и по периметру, и внутри должны быть видеонаблюдения. Это, опять же, с точки зрения даже внутренней своей безопасности. И я позавчера говорил о том, что в видеонаблюдении, кроме этого всего, существуют еще камеры фейс-контроля. Может быть, они у вас неправильно установлены. То есть, у вас камеры, которые работают, просто фиксируют все, что происходит, и не подают сигнал в фейс-контрол. Камера фейс-контроля устанавливается на входе в заведение, и она подает бежурному, который сидит за монитором, сигнал о том, что появилось нежелательное лицо. То есть, кто-то, кто-то сохранил с памятником. Она дает и звуковой сигнал, и красные ганочки показаны. То есть, у кого охрана, везде связь сегодня, просто сообщают нам в ходе, что это нежелательное лицо, и никто вас не застарует объясняться, почему вы не пускаете. Не пускаем, да и не надо никому объяснять, почему. То есть, только в комплексе мердоки, когда такие люди будут в базах данных всех ночных клубов, в штормах, в зеронии, в тексте, и в реверии, и люди, когда придут, не пустили, будут, не пустили, будут, не пустили. Но хотя бы вот таким вот мы можем прийти к тому, что они, ну, в эти заведениях, во всяком случае. То есть, прежде всего правильно предлагали сотрудники обном, более специалисты в этом, должны, опять же, они не должны, это ваша инициатива, руководители охраны, руководители заведения, обратиться к ним с просьбой, если они пожелают, или захотят, они придут, проведут инструктажи с вашими сотрудниками. Ну, тем более, я вижу подняться начальство, безопасность, он больше среди милиции, то есть, практически везде, это просто сотрудники милиции, им ничего не стоит, для того, чтобы договориться с обном, провести какие властные, невластные, то есть, даже. То есть, это вот, в плане, если так коротко, вот это можно дать долго и без кинези. Спасибо. Девятый.